Праздник продолжается. Сегодня поздравление с 77-й годовщиной Великой Победы принимал ветеран Великой Отечественной войны Николай Козлов. 9 мая Николай Иванович Козлов был почетным гостем парада на Красной площади, посвященного 77-летию Великой Победы. Сегодня по приглашению ветерана Сергей Никитенко вместе с исполнительным секретарем Серпуховского местного отделения партии «Единой России» Лидией Халычевой и директором общественной организации «Русич» Андреем Тихоновым приехали к нему в гости. Здравствуйте. Приветствую. Здравствуйте. Можно я вас обниму? Несмотря на свой почтенный возраст, Николай Иванович встречает гостей лично. Хлебосольная семья пригласила всех гостей в дом. Николай Иванович, я приехал вас поздравить с праздником Великой Победы. Спасибо. Николай Иванович, мы с вами непосредственно 9 мая, нас не получилось встретиться. Спасибо. По ряду объективных причин. Спасибо. Я приехал с подарками, с подарками от губернатора, с подарками от нашей партии «Единая Россия» и с подарками от нашего городского округа. Спасибо. Я очень надеюсь, что эти подарки вам будут полезны. Николай Козлов участвовал в боевых действиях с 1942 по 1944 год. Прошел от Москвы до Кёнигсберга. Был четырежды ранен. За успешно проведенные операции награжден Орденом Красного Знамени, Орденами Славы 2-й и 3-й степени. На операцию «Багратион» я получил особое задание от начальника штаба взять языка. И, значит, взял языка, взял языка, значит, офицера, врача. И он дал богатые данные. В это время приехал Жуков, так. И он подтвердил о переходе немецких войск, о перезлокации немецких войск. Там целую армию направили в другое направление. Он подтвердил. Жуков мне лично Красную Звезу вручил. Свой праздник ветеран отметил в большом кругу родных и гостей. У него четверо детей, девять внуков и три правнука. Николай Иванович говорит, эта победа была для них.